У нас утро началось отвратительно просто, несмотря на то, что я рано встала, собралась и выехала. Мы заглохли на мосту, представляете? Видимо, у меня кончился бензин, я так подозреваю. У меня проблемы со стрелкой, она никогда не показывает, сколько бензина есть, в общем. И это все на протяжении уже нескольких лет делается, и периодически бывают такие моменты, когда я застреваю. В прошлом году, ну, примерно в то же время я тоже застряла. Потому что на самом деле ты не знаешь, сколько у тебя бензина есть, вроде бы ты считаешь, но по факту иногда выходит совсем по-другому. Поэтому сидим, ждем мужа, развлекаемся, как можем. Сегодня очень много дел, я не знаю, как мне все успеть. А еще я стою на мосту, а мост нереально шатается, когда едет крупная какая-нибудь машина рядом с нами. И сначала, когда я остановилась, я подумала, что это в моей машине что-то не то, и я очень сильно испугалась. Оказывается, это просто шатается мост так. Иногда мне кажется, из чего они делают мосты, что они так нереально просто шатаются. Здесь такая пробка вообще облизывалась. На моей стороне тоже пробка, потому что я встала и не встала. У нас пошел дождик. Такой мелкий, и ветерок еще тоже дует, такой прям сильный. Я пока стояла в пробке. Дико меня клонило в сон. Очень хотела спать. Тем более ребенок мой спит, а когда кто-то спит рядом на соседнем сиденье, мне тоже хочется очень спать. А у меня еще грязное лобовое стекло, потому что воды нет. Я забыла залить. Еду сейчас. Дождем мою. Ну, как-то не очень-то и промывается. Мне до дома осталось уже совсем чуть-чуть. Скоро уже приедем. Завтра, вероятно, что будет холодно. И будет дождь. Мы приехали домой. Сейчас лежим, чилим. Да? Тяжелый сегодня день был в беготне. Я толком вообще не работала. Потому что, когда ребенок на работе с тобой, это и просто взрыв мозга. Вот. Сегодня в магазине наблюдала такую интересную картину, когда мама с сыном, сыну около шести лет, по-моему, и она ему внушала, что мясо есть нельзя, оно ужасное. Причем таким тоном, знаете, не объясняя, почему это ребенку, а таким приказным тоном. А ребенок очень хотел, чтобы она приготовила ему курочку в духовке с картошкой. Вот. Но она ему настаивала и говорила в приказном тоне, что это нельзя есть, мясо едят только нелюди и так далее. В общем, не обращайте внимания на наши грязные носки. В общем, к теме о веганстве, вегетарианстве, там, сыроедении. Не знаю, я, если честно, не разбираюсь, кто из них чем отличается между собой. Вот. И есть у нас такая, такой блогер, вы все ее знаете, это Катя Сайбель. Вот. Раньше она была, жила как бы другой немножко жизнью, ела мясо. Вот. И, на мой взгляд, она выглядела лучше. У нее был такой свежий румянец на лице. А сейчас, когда она полностью перешла на растительное питание, у нее, ну, на мой взгляд, что-то случилось с внешним видом. Кожа такая стала, знаете, просвечивать, как будто вот первая стадия анорексии. И, в общем, конечно, не мне судить. И вообще, мое мнение никто не спрашивал, но я не к этому. В общем, она в своих видео тоже как бы агитирует детей, есть только растительное питание. Ну, вот, недавно я посмотрела, вроде сыр они кушали. И не есть мясо. И вот самому младшему, по-моему, скоро будет полтора года, тоже вообще никогда не давала она мясо и не дает, и, видимо, не будет давать. Вот. Веган, веганы, да, вегетарианцы есть как бы нормальные, с четкой позицией своей, но при этом они никому не навязывают, как жить, а есть просто вот одурманенные вот этим явлением. И они, так знаете, в какой-то секте. Им нужно всем постоянно что-то доказывать, всех наставлять на путь истинный, со всеми ругаться. Вот. Мне интересно, зачем вам это надо, ребята? Если вы выбрали данный путь, то живите им как бы сама, да, один вы, мужчина или женщина, да, и не стоит навязывать это другим людям, потому что каждый вправе выбрать то, что ему нравится и то, что ему по душе. Я не осуждаю, я вообще не сторонник этой всей растительной лабуды, но я их не осуждаю, у каждого есть свой выбор, и они делают планету лучше, это им большой плюс, но шизофрениками, видимо, и ненормальными тоже становятся, именно когда становятся вега, вегетарианцами. Вот, и мне кажется, самая главная ошибка, да, это приучать детей, им вливать какую-то информацию, навязывать что-то в раннем возрасте, когда он, у него нет своих принципов, он не знает, как лучше, как хуже, мы, конечно, как родители, должны их огородить от всего простого, но не давать ребенку мясо в детстве, да, или там сырок, или еще что-то, мне кажется, опять же, на мой личный взгляд, мне кажется, это маразм, вот, когда ребенок вырастет, у него уже появится свое мнение, когда он вправе действовать по своим каким-то принципам, и если мой ребенок, например, достигший, там, достигнет возраста, ну, там, 16 лет, да, и скажет, мама, я не хочу есть мясо, мне очень жалко животных, и так далее, я не буду против, я буду, как бы, ну, рада, конечно, что он за сохранность природы, вот, и навязывать больше ему именно ешь мясо, ешь мясо, не буду, так же, как и, мне кажется, бред навязывать ребенку с детства, что люди, которые едят мясо, какие-то нелюди, а вот вегетарианцы все классные, офигенные, и так далее, это тоже бред, поэтому здесь вот, мне кажется, оппозиция у Кати, Сайбель, немножко мне непонятно и странная, какая-то вообще сама по себе, вот, но не суть, опять же, моего мнения никто не спрашивал, и мне очень интересно, что вы думаете об этом направлении, напишите мне в комментариях вообще, какие у вас мысли, очень интересно почитать мысли своих читателей, кстати, если вы еще не подписались, подписывайтесь на мой канал обязательно, и я, конечно, тоже за сохранность природы, но я делаю в меру свои возможности, наверное, в меру своих личных предпочтений, желаний и так далее, то есть, если, допустим, у меня стоит выбор брать пакет обычный полиэтиленовый, либо взять эко какую-нибудь сумку, или пакет, я, конечно, возьму эко, ну, я одна, потом еще один человек там в десятке, еще один, еще один, нас 10, и уже нас потом 100, и, конечно, мы немножко вот такую вот капельку, горошинку вносим в сохранность нашей окружающей среды, вот, и также с мусором, который там валяется на дороге, в горах, вообще, в такой местности, где нужно приезжать и отдыхать, и дышать свежим воздухом, а там какая-то параша, вот, поэтому каждый вправе выбирать то, что он хочет, но вот мое мнение, что на путь веганства и прочей растительной жизни нужно вставать осознанно, то есть не делать из этого какое-то шоу, я, конечно, может быть, в будущем и хочу перейти на такое питание, но я не готова морально, и мой организм тоже к этому не готов, пока нет, может быть, лет через 10, да, вот, но пока нет, и ребенка своего тоже я заставлять не буду, хотя, конечно, мы ребенку, ну, мне кажется, как и все родители, отбираем продукты какие-то с более натуральным составом, такие домашние, то есть, та же самая молочка, я ему не запрещаю кушать молочку, хотя о молоке вообще очень много всякого негатива, и медицина это доказала, в общем, но я действую по своим инстинктам, интуиции, я как бы особо не даю ему, там, знаете, каждый день, там, по несколько раз в день, ну, бывает, вот, ну, склонна к домашней молочке, вот, поэтому, чем натуральный продукт, конечно, тем он лучше, так что, вот, мой монолог, небольшой на тему веганства, пишите, очень буду рада почитать ваши мысли на этот счет. Сегодня будем есть вчерашний суп, сейчас он немножко подогреется, и будет как суп-пюре, сейчас выглядит прям, как реально пюре, очень вкусный суп получился. Раньше я, когда только начинала смотреть всяких блогеров, очень любила смотреть, что в их сумках лежит, давайте теперь посмотрим, что в моей сумке, на самом деле, это не та сумка, с которой я хожу обычно. Эту сумку мне подарила бабушка, и так как я сегодня у нее была, в общем, специально все сюда переложила, чтобы ей было приятно, вот. Ну, раз у меня все здесь, давайте, я просто буду вытаскивать все, что есть, здесь такие два отдела, здесь у меня лежит санитайзер для рук, от Минисо, он в помаде красной, это с лавандой, и, в общем, запах у него, конечно, ну, так себе, но, почему бы, как бы, и нет. Так, секундочку, я сейчас вернусь. В общем, я вернулась, тут кошка подключилась, здесь у меня теперь зарядка телефона, моя косметичка, вы уже ее содержимое видели, кстати, у меня помада почему-то валялась не в косметичке. дальше расческа тэнгл тизер, такая вот яркая, зеленая, офигенная расческа, мне очень нравится, не дерет волосы, вообще суперская, там у меня ключи от машины, ключи от офиса, ключи от дома, и все, больше ничего нету, таблетки только, здесь у меня, я сегодня заходила в свой китайский магазинчик, и купила вот такой вот биби-крем, типа тоже какой-то натуральный, мне очень понравилась текстура, то, что довольно-таки неплотно, хочу немножко отойти от тональных средств, перейти на что-то легкое, так он выглядит, конечно, китайским средствам я не доверяю, но почему бы не попробовать, так вот он выглядит внутри, завтра попробую и скажу вам как, на руке я протестила, мне очень даже понравилось, тем более, только смотрите, упаковочка нормальная, так, мой кошелек, ужасный старый кошелек, это натуральная кожа крокодила, или кого-то там еще, вот, у меня здесь получается ужасно, вот здесь вот разрисовал мне роша, почему-то уже не работает, хочу поменять, но я купила себе кошелек, а там нет монетницы, представляете, поэтому это, конечно, была жесть, поэтому жду, когда мне кто-нибудь подарит нормальный кошелек, здесь у меня расческа моя, такая маленькая, я тоже сегодня купила в этом китайском магазинчике, такой бальзамчик с мятой, это закос под Иос, конкретный, прям, знаете, кстати, неплохой, губы очень хорошо увлажняет, вообще супер, конечно, эффекта охлаждения никакого нет, но мне нравится, сейчас я его открою, вот так вот он выглядит внутри, классный, и у меня здесь остался мой ежедневник, новый, розовый, нереально яркий, такой вот красивый, и я здесь обожаю все писать, вообще, обожаю вести планер, ежедневник, у меня здесь даже закладочки есть, и вот такая вот ручка с яблочками, в общем, у кого-то в детстве задница до сих пор играет, вот и все, в принципе, кстати, еще сидит в этом китайском магазинчике, я себе купила карандаш для бровей, вот такой вот, тоже неплохой, буду тестить, вообще, стоило какие-то сущие копейки, в общем, все побежало, у меня там вода в ванну набирается, у меня тут ночиная глажка, осталась последняя рубашка, и все, я догладила наконец-то эти дурацкие вещи, ужас, жарко, так просто жесть, уже 12 часов ночи, я лежу, смотрю сериал, ребенок у меня не спит, это значит, вот, как мама подсела на сериал, я только на девятой серии, а мне еще впереди целых 7 серий, представляете, они идут по 45 минут, и я не успокоюсь, пока не посмотрю все, потому что, как обычно, в конце серии такая ужасная развязка, я вижу, я вижу, можно купить маму?